Приветствую вас! Это короткая версия видео о сравнении характеристик луков и арбалетов. Если у вас возникнут вопросы, добро пожаловать в обсуждение. Лук и арбалет. Что же мощнее? Попробуем разобраться. Вообще само подобное сравнение лишено смысла, так как в истории два эти инструмента занимали каждый свою определенную нишу. Но некоторые мифы и недоразумения нужно немного осветить. Сравнивать в этом видео будут только ручные модели из схожих временных периодов. Раннее и позднее средневековье отдельно, современность вообще отдельно. Итак, ранние арбалеты, как и луки, изготавливались с дугами из дерева, то есть из одного с луками материала, и взводились от них руками. Несмотря на большие килограммы на тетиве, по энергетике арбалеты обычный лук вообще никак не превосходили. Посудите сами. Рядовой лук континентальной Европы. Цельнодеревянный, натяжением так килограммов 30, с рабочим ходом тетивы в 53 см. И арбалет с метровой дугой и натяжением 90 кг. Но при таком коротком и толстом луке рабочий ход тетивы был только 17 см. Даже при условии применения одинаковых материалов, в таких условиях арбалет выиграть не может. К слову, чтобы самые мощные английские longbow не ломались при таких нагрузках, их и делали большими, иногда и под 2 метра. Такой 40-50 кг лук тянули далеко, часто на все 70 см длины стрелы. В итоге, осознав, что мощности стандартных арбалетов начинает немного не хватать, а деревянные дуги просаживаются едва не через час применения, упругие элементы начали делать из рога. Рог позволил сделать арбалетный лук более тугим, а дерево таких нагрузок уже не выдерживало. И стрелял такой лук, не просаживаясь, дольше. На тетиве было уже не 100, а все 200 и даже более килограммов. Такие арбалеты было уже просто нереально снарядить как руками, так и при помощи всяких поясных крюков. В дело пошла механизация, вроде популярной с 13 века козьей ноги. Да, такой арбалет был явно мощнее деревянного и служил дольше. Но, так как такие луки делались целиком из переклеенного рога и только обматывались сухожилиями, а не как поздние восточные композитные луки, эффективность выросла не сильно. Тянулся, как и деревянный собрат, недалеко, а тетива сильно выросла по толщине, что эффективности тоже не добавляло. Но, тем не менее, такой арбалет был уже мощнее большинства западноевропейских континентальных луков. В боевых действиях он уже играл важную роль и неплохо подходил на роль ультимативного оружия. Угу. Пока такие арбалетчики не встретились с английскими лучниками. Это было фиаско. Английские лучники не только превосходили арбалетчиков скорострельности, но и в дальности, и в точности. Как так? А вот так. Да, арбалет тому времени килограммов на тетиве набрал. Только вот дальше тянуться он не стал. И тетива стала потяжелее, и сам лук больше весил. Эффективность конструкции снизилась. А вот у английских боевых лучников луки были помощнее, чем у основной части Европы. И килограммов на тетиве больше, и тянули тетиву подальше. Вот такая парадоксальная получается ситуация. В одно и то же время, на одном и том же театре боевых действий, но с разными операторами, арбалет оказывался то сильнее и дальнобойнее лука, то проигрывал ему во всем. Применение стальной дуги и натяжение в полтонны сильно ситуацию не изменили. Тетива стала еще тяжелее, сам стальной лук тяжелее по весу, и эффективность стремительным домкратом упала ниже плинтуса. Более того, тяжеленную толстенную стальную дугу оттягивали всего-то сантиметров на десять, чтобы это не лопнуло. Зато такая дуга могла долго храниться, долго не терять своих свойств, дольше находиться во взведенном состоянии. Но ситуация оставалась прежней. 1000-фунтовый стальной арбалет, возводимый воротом, проигрывал 100-фунтовому тисовому луку. Но вот только лучников, способных быстро и метко стрелять из такого мощного лука, становилось все меньше. Да и на горизонте уже маячил огнестрелы. Хотите простых расчетов? Легко. С одной стороны, 45-килограммовый длинный лук с рабочим ходом тетивы в 60 сантиметров. Это у нас примерно 450 ньютон и 0,6 метра. 450 умножить на 0,6 делим пополам и это у нас 135 джоулей. Это то, что теоретически этот лук может выдать. На деле деревянный лук используют только 70% от того, что теоретически запасает. Ну, 75. Это нормальная цифра. А это только около 100 джоулей. Ну, если быть точным, 101 с четвертью. 450-килограммовый арбалет. Ход тетивы 10 сантиметров. Это 4,5 тысячи джоулей. Ход 1 десятая метра делим пополам. 225 джоулей. Много? Нет. Потому что на деле эффективность арбалетов с остальными дугами порядка 25%. А это у нас где-то 56 джоулей. Вы не верите? Вот, посмотрите. Очень хороший человек. С замечательной реконструкцией делали. Дуги из современных легированных сталей. Как раз 450 кг на тетиве. Скорость у болта? Даже 160 футов в секунду нет. Что для мощного лука позорно. Да и болт у него довольно легкий. Кстати, боевые стрелы и болты того периода примерно равны по весу. Это 2,5 унции. 1100 грамм. Ну и наши 70 граммов. Приблизительно. С дальностью, между прочим, аналогично. Арбалетный болт это короткий снаряд с очень увесистым относительно своей длины наконечником. Так что баллистика при стрельбе на дальность у него не важно, а просто по определению. И кстати, из арбалета на видео выстрелили только на 225 метров. А сейчас из длинных цельнодеревянных луков прокаченные стрелки на 300 ярдов еще всякие дисциплины стреляют. Вот прямо в наше время. Из деревянных луков деревянными стрелами. Ну и современность. Важно. Современные арбалеты и луки нужно сравнивать отдельно рекурсивные и отдельно блочные. Но тут ситуация сейчас совершенно другая. Современные материалы сделали свое дело. И теперь арбалету не нужно иметь перевес по килограммам на тетиве в 5-10 раз, чтобы с луком сравняться. Простой пример. Ограничение по спорту в полевой стрельбе у луков и арбалетов. Это 60 фунтов для луков и 95 у арбалетов. Так вот, 27 килограммовый лук и 45 килограммовый арбалет по энергетике примерно равны. Но вот если луки сейчас и бывают изредка по 40 килограммов, то арбалеты и за сотни. А также наличие у арбалетов различных прицельных приспособлений, а также возможность стрельбы с упором и даже лежа, луку шансов уже не оставляют. Современный арбалет и мощнее и точнее лука. Более того, современный арбалет с дугой современного материала значительно мощнее средневекового. Даже 160 фунтовый эскалибур, не говоря уже о более мощных моделях, будет намного мощнее 1000 фунтового предка. Откуда же тогда байки про сверхмощные средневековые арбалеты? Ну, очень часто путают величины, ярды с метрами, фунты с килограммами, нередко переносят свойства современных материалов на натяжение средневековых арбалетов. Мол, у меня арбалет только 45 килограммов, а как он лукит? А вот если бы был 450, был бы вообще просто жут какой. Но есть и не совсем байки. Просто были такие агрегаты, как крепостные или осадные арбалеты. Огромные махины с полутораметровыми дугами огромного натяжения. Вот там были и скорость, и увесистый болт, и бронепробиваемость. Только вот из таких махин с рук стреля в чистом поле было малореально. Такие вот дела. Ну а теперь давайте прощаться. Если у вас остались вопросы, не забудьте заглянуть в описание к видео. И добро пожаловать в комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»